МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо «Петербургский дневник». Мы будем работать до 16 часов в прямом эфире. Первый час – это наша плановая эфирная работа. Главная миссия этих эфиров первых часов – доказать, что хватит ругать власть, хватит не замечать власть. Настало время начать ею пользоваться. Чтобы жизнь в нашем городе стала чуть более комфортной, яркой, по-европейски современной. Не всегда это получается, но мы делаем и будем делать это каждый день, шаг за шагом в наших эфирах. Потому что наш телеканал – это такая же часть Петербурга, как дороги, мосты, тепло, метро. Во второй части мы расскажем о событиях, которые определяют такое понятие, что такое Петербург сегодня, какой это город и как в нем жить. Для начала – телефону нашего прямого эфира. Потому что вы, уважаемые телезрители, по ту сторону экрана можете звонить, задавать вопросы, высказывать свои мнения, похвалу, хулу, пожелания, предложения, проблемы, темы для сюжетов. Звоните, сообщайте. Потому что мы не работаем в этой студии, точнее, мы работаем в этой студии только в прикладном смысле, технологически просто выходим отсюда в эфир. А работаем мы в Петербурге и для Петербурга и его жителей. Итак, телефон прямого эфира 635-85-72. 635-85-72. Вот он у вас на экранах. Можете также заходить на наш сайт topspb.tv. Там сейчас идет прямая трансляция нашего выпуска. И там же вы можете оставить свои замечания, пожелания, вопросы, письма. Так, все, полетели дальше. Итак, тема сегодняшнего выпуска – жизнь и пульс Адмиралтейского района, любимого моего района, потому что я там живу. И сегодня у нас в гостях глава администрации Адмиралтейского района Игорь Геннадьевич Мясников. Здравствуйте, Игорь Геннадьевич. Добрый день. И депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Анатольевич, который тоже этот район знает буквально каждый метр. Вот такие два уважаемых джентльмена сегодня у меня в гостях. И мы будем обсуждать вопросы и проблемы Адмиралтейского района. В первую очередь я обращаюсь к жителям Адмиралтейского района. Пожалуйста, звоните 635-85-72. Если у кого какие-то вопросы, проблемы, звоните, сообщайте. Мы здесь их будем решать. Почему? Потому что у нас в гостях всегда, точнее к нам в гости, мы всегда приглашаем людей, которые и умеют, и знают, и самое главное, имеют право принимать то или иное решение. Коллеги, давайте начнем. Знаете, вот с чего мы всех спрашиваем? Мы уже первую неделю работаем в новой студии, чувствуем себя одной из приятных чувств, я считаю, жизни и чувства новосела. Мы работаем в новой студии, она вся такая современная, со всяким многообразием технических возможностей. Игорь Геннадьевич, вот превратитесь, пожалуйста. Вот видите, веб-камера, в прямом эфире. Дайте вот эту камеру, вот единичку дайте, пожалуйста, чтобы Игорь Игнатьевич посмотреть, да? Вот. Единичку дайте. Да, дайте единичку. Вот, Игорь Игнатьевич, подкатываемся. Вот, смотрите, вот можно подкатиться, посмотреть, да? Смотрите, все очень функционально. Исаакиевский сразу. Единичку дайте. Смотрите, вот, видите, мы подкатились. Так, вот смотрите. Вот видите, вот это уголок Адмиралтейского района, Исаакиевская площадь, сердце района. Сразу же вам, как хозяйственнику, вопрос. Хорошо убрано? Хорошо, по-моему? Да, хорошо. Хорошо? Да. Все, весь ли район Адмиралтейский так хорошо убран? Ну, не могу сказать за весь. Стараемся убирать качественно и своевременно. Ну, как студия-то? Хочу напроситься на комплимент. Как мы студии-то сделаем, Игорь Ильич? Нравится? Вот видите, вот так под микроскопом каждый уголок района будем рассматривать и показывать. Сергей Анатольевич, хорошая студия, нормально? Да. Нравится? Да, очень современная студия, приятно работать. Ну вот, будем работать, будем работать. Все, поехали. Что нового произошло с момента нашей прошлой встречи? Мы, по-моему, встречались в декабре. Адмиралтейский район. 30 ноября. А, 30, да, даже 30 ноября. Что за это время изменилось, какие главные события произошли в районе? Очень коротко. На мой взгляд, нужно было завершить год, финансовый год. В общем-то, я сосредоточил свои усилия на этом. Потом нужно было все-таки понимать, что на все новогодние праздники активное движение будет в нашем районе, в центральном районе. Соответственно, сконцентрировали свое внимание на уборке наших улиц, площадей, так, чтобы люди могли спокойно погулять. Как уборка идет? Как уборка идет? Уборка идет, скажу как. Потому что у нас вчера был центральный район. Очень непросто, очень сложно. И вот этот трагический случай на Апраксином, который произошел, он многому научил. Сделали выводы соответствующие, чтобы, упаси богу, это не повторилось. Но все-таки, вот сейчас, какая конкретная работа у вас ведется? Какие недостатки вы выявили? В первую очередь, в работе с подрядчиками, управляющими компаниями. Основная проблема, на мой взгляд, сейчас, это именно своевременность выхода уборочной техники людей на уборку. Раз. Второй момент, я его не устану повторять, что на уборку нужно выходить каждый день и убирать своевременно. Не ждать, когда будет пинок или там команда сверху, что убираем плохо. Убирать нужно каждый день. Я всем привожу в пример времена еще, будем говорить так, моей молодости. Мы все были студентами, все подрабатывали. Человек выходил в пол седьмого, к семи часам территория должна быть убрана. Вот я к этому и подвожу, что мы должны планомерно каждый день работать. Игорь Ильич, а вы используете такую практику? В центровом районе она уже нашла свое применение. Когда за каждым сотрудником закрепляется какой-то адрес, и утром госслужащий или чиновник едет на работу, выезжает на этот адрес. Мониторит, что называется, и потом делает соответствующие замечания. Такая тенденция есть, она есть во всех районах, потому что ее все взяли на вооружение. Она эффективна. Потому что многие, честно вам скажу, в прессе хихикали по этому поводу. Вот, чиновники теперь будут ходить, смотреть на крыши, падают ли сосульки или не падают. Это не их обязанность прямая и так далее. Вот на такую иронию, что бы вы ответили? Илья Ильич, нужно понимать, что период обильного снегопада, либо образования наледей, это периоды времени. Соответственно, на этих периодах нужно концентрироваться. А давайте, Сергей Анатольевич, вам тоже, как депутату, предложим, может быть, с такой инициативой депутатам выйти, чтобы депутаты тоже, как муниципальным, допустим, муниципальным, да, чтобы тоже фиксировали тот или иной адрес, как там есть угрозы, нет угрозы. Как вы на это смотрите? Ну, во-первых, я хотел бы тоже отметить, что вот с последней нашей передачи, с конца ноября прошли новогодние праздники, и мы вот, я во всяком случае ожидал, что ко мне придет очень много обращений и жалоб приемную на качество уборки нашей кровли, там, внутри дворовых территорий. Но вот хочу отметить, что произошло снижение. Я уж не знаю, чем это вызвано, новогодними праздниками, что у людей было хорошее настроение, но в целом произошел спад. Я хотел бы обратить внимание, что вот эта первая волна снега, которая была в конце ноября, действительно, не сразу, не оперативно сработали все службы, но вот в дальнейшем, уже перед Новым годом, и вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, мы видим, что работа в районе в целом проводится, ну, скажем так, хорошо. Где-то есть, конечно, проблемы, мы об этом указываем и пишем в своих обращениях. То, что касается вашего вопроса по депутатам муниципальных образований, конечно, да, это хорошая инициатива, потому что их в районе 60, и, конечно, если бы их... Но я добавлю, что, то есть у нас проводится ежедневно, идет рабочая группа по уборке. Вот сейчас мне режиссеры подсказывают, Игорь Геннадьевич, вы в прошлый раз рассказали о том, что используете такой метод, вы посылаете людей, которые осуществляют фотофиксацию тех или иных районов, для того, чтобы показать, как подрядчики, как подрядные организации выполняют, насколько качественно выполняют уборку города. Давайте покажем несколько вот этих фотографий. Комментируйте, Игорь Геннадьевич, что это такое? Кто это фотографировал и... Фотографирует либо отдел районного хозяйства, либо управление по благоустройству. Что-то вот перышем бросается больно чисто. Это вот недавно был сигнал, я посылал проверить Почтамский переулок и Почтамскую улицу. За такие фотографии некого наказать даже, Игорь Геннадьевич, некого. Но это зона ответственности в фотошопе. Вы в фотошоп какой-то, нет? Нет, так действительно, да. Ну, может быть, я не хочу сказать, что мы выбираем. Я просто вот, у меня идет сигнал, я говорю, вот, едем туда, проверяйте мне фотографию. Причем дело это точно, никто не знает. Поэтому вот эти фотографии, это действительно... Интересно, давайте обратимся еще раз к телезрителям. Уважаемые телезрители, 635-85-72, давайте, пожалуйста, проверим, насколько действительно слова главы администрации соответствуют действительности. Может быть, кто-то пришлет фотографию на нашу почту, на наш сайт topspb.tv. Пожалуйста, звоните. Ой, точнее, пожалуйста, присылайте, и мы с вами... Все, полетели дальше, полетели дальше. Давайте сейчас все-таки... Или дадим звонок сначала. Давайте дадим звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Лена. Да, Лена, пожалуйста. Здравствуйте, дорогой ведущий Игорь Геннадьевич, здравствуйте. Я хочу пожаловаться на свой дом, на свою жилищную компанию. Это английский проспект, дом 20. Английский 20. Первое. В декабре месяце только выпал снег в большом количестве. Пришли замечательные товарищи и начали на снег укладывать асфальт. Это раз. И уложили, самое главное. Это первое. И второе. С начала октября месяца никто из дворников не убирал ни одну парадную в нашем доме. Вот кому жаловаться? Нужно писать каждый день бумагу, звонить... Нет, Лена, все понятно. Вот скажите, вот зачем это? Вот для чего мы платим деньги? Ведь мы получаем такие квитанции с такими огромными цифрами. Мы это оплачиваем. Что нам делать и куда жаловать? Возмутительно. Сейчас поможем. Лен, можно я немножечко отвечу? Потому что я уже... Меня уже можно назначать главой района. Потому что каждый день в эфире пропускаю главу района. Аналогичные проблемы. Я уже немножечко в курсе. А потом вам дам возможность ответить, Игорь Иванович. Лен, первое, что нужно сделать, нужно написать себе, там, я не знаю, 48 кеглем где-нибудь большими такими буквами, что вы, как собственник жилья, имеете законное право потребовать, не попросить, а потребовать у вашей управляющей компании, на каком основании они вам прислали ту или иную квитанцию. И не по каждой позиции обязаны, обязаны это сделать. В противном случае сразу же бумага должна идти в жилищную инспекцию, это надзорный орган, который будет проверять правомощность действий управляющей компании. То есть не возмущаться, вот сидит глава района. Глава района, ну почему у меня такие квитанцы, ну почему у меня такие большие счета? Ну что скажет глава района? Он скажет, у меня жилищный кодекс, который не разрешает мне вмешиваться в дела этих управляющих компаний. Так вот, первое, это потребовать. Второе, что можно сделать, если эти дворники ничего не делают, а этих дворников нанимает та же самая управляющая компания, то открыв жилищный кодекс, мы абсолютно спокойно можем посмотреть, что жильцы дома, только они, есть бог, кумир и царь для этих управляющих компаний. И они должны провести, если их компания-то не удовлетворяет, совет дома, да? Игорь Ильич, поскажите, дальше что там? Значит, первое, нужно знать все. Все, меня уже останавливают редакторы, говорят, что я там беру все на себя. Игорь Ильич, отвечайте на вопрос, английский проспект 20, почему нет дворников, почему большие, почему не большие? Первое, какая управляющая организация эксплуатирует ваш дом, это раз. Если это, в любом случае, жилком сервис номер один, скорее всего, то есть это их территория, но может быть разная ситуация. Первое, потребовать от них. Если они не приняли никаких мер, можно бросить просто на сайт мне. Я электронку просматриваю, поручение даю. Погодите, что сбросить? Просто сигнал, не убирается. Не убирается. Лен, сделайте сигнал такой и сфотографируйте, и куда сбросить? Можно мне на электронную почту. Электронную почту? Она у меня есть, известно, поэтому можно сбросить мне. А сайт или на сайт? Или на сайт. Зайдите в сайт Адмилатейского района и... Да, на официальный сайт мне распечатку сделают, я дам поручение. Так. Значит, по всем фактам таким, то есть, если не убирается своевременно, значит, я достаточно как бы быстренько разберусь и все. Все, Лен, пожалуйста, бросайте почту. И обязательно на первом этаже, на первом этаже личной площадки, каждой личной площадке, есть так называемая информационная доска. И там четко прописано, сколько раз в неделю до первого этажа должна производиться упорка, до третьего, до пятого и далее, и далее. Лен, давайте проявим гражданскую позицию. А вот по поводу асфальта, его укладывали. А, вот, асфальт, точно, асфальт, снег, куда? Асфальт нужно, понимаете, на москорде тайного укладывали, куда его? Потому что, если это тротуар или проезжая часть, то вот, скорее всего, то есть, какие-то работы велись не наши. То есть, там дорожники работали. Тротуар, это дорожники? Да. То есть, это комитет по... Комитет по благоустройству. Комитет по благоустройству. А вообще, вы же специалист, вы же хозяйственник, вы же знаете, технологически, может, мы не знаем какой-то страшной тайны военно-морской. Может быть, действительно, у вас сейчас такие технологии, которые позволяют укладывать асфальт? В целом, я сразу скажу, если работы выполнялись именно вот в это время, то есть, ну, не сезонное время, мы говорим так, да? То есть, как правило, эти работы выполняются следующим образом, так, как они сделаны по американским мостам. Делается щебенение, просто ослой асфальта, все. И это до весны. Потом они выходят и по гарантийке все восстанавливают. Вот так вот. То есть, действительно, нужно адрес подержать на контроле. Все, пожалуйста, Игорь Ильич, пошли к два специалистов, пусть они посмотрят, что там укладывают. Если что, тогда в комитет по благоустройству пошлем соответствующий запрос. Так, надеюсь, есть звонки? Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Представьтесь. Виктор Васильевич. Давайте, Виктор Васильевич, ваш вопрос. Виктор Васильевич, Гнащенко-Грибоедова, 42. Квартира 7. Я в прошлый раз звонил, вы взяли на контроль оба руководителя, взяли на контроль дом по поводу фальсификации протоколов. Помните? Да, да, да. После этого я электронную почту отправил и в район, и вам в студию. Так. Никто мне не звонил, никто не приходил. Вот, вызвали, вызвали юриста жилком сервиса. Так. Она объяснила свою позицию. И что, какая позиция у нее, Виктор Васильевич? А ее позиция, что все законно, что собрание было. У меня, у нас четырехэтажный дом. Первый этаж же нежилые. Три этажа. У меня список подлинных подписей, где сказали, что никаких собраний у нас не было. Жилком сервис сам. Они не собственники жилком сервис. Почему у них где-то протоколы? Что они решают? Виктор Васильевич, все понятно. Во-первых, давайте сделаем так. На бога надейся, а сам не плаша. Есть такая замечательная народная мудрость. И алгоритм действий, если вас что-то смущает, мы постоянно вам проговариваем. И относительно жилищной инспекции, и относительно запросов в администрацию. Но все-таки давайте еще раз вернемся к этой ситуации. Вот есть подозрения, во-первых. А во-вторых, нужно понять, насколько действительно обоснованы ваши предположения, что этот протокол фальшивый. Вот пришел юрист, он говорит, а никакой он не фальсифицированный. Кому верить? Вам или этому юристу? Вот если юрист говорит, значит, у него есть какие-то основания, надо разбираться. Игорь Ильич, прокомментируйте, пожалуйста. Грибоедова, дом 42. Грибоедова, значит, мы разобрались по этому вопросу. А, вы разобрались, давайте, докладывайте. То есть там ситуация следующая. Общая площадь дома там 4000 квадратов. Доля госсобственности, ну, почти половина, чуть-чуть побольше, 2700. Собрание проводилось, скорее всего, проводилось в форме заочного голосования, потому что очно, как правило, с первого захода не собрать курум для принятия решения. Единственное, сейчас я еще раз уточню, то есть протокол есть. Есть человек по доверенности, который присутствовал. Я перепроверю, это Назарова ЛФ. На собрании, значит, 67,5% голосов. Можно, посмотрю? Да. Так, 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 ага. Вот, соответственно, сейчас нужно перепроверить. Вот есть ли претензии по работам, потому что там система теплоснабжения ремонтировалась и кровля. Нужно понимать, что если работы выполнены должного качества, то, на мой взгляд, это здорово, да, то, что выполнили все-таки работы. Если есть сомнения у человека, кто-то был против, то понятно, что все единогласно не голосуют, тем более в форме заочного голосования. Вот я, вот я, покажите, пожалуйста, на камеру, Виктор Васильевич. Виктор Васильевич, вот посмотрите, пожалуйста. Так, да, вот, 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 это официальный ответ на имя главы администрации. Здесь четко написано, что по итогам голосования собственников, общая площадь, ля-ля-ля, значит, собрание правомощных, ворум имеется. Вот по всем первым признакам вроде бы не фальсифицировано. Ну, проверим еще разочек. Вот сразу, сразу так, и не разобраться. Поэтому давайте все-таки еще раз попросим. Можем тоже? Да, пожалуйста, Сергей Васильевич, очень коротко. Да, я буквально два слова хотел сказать. Мы, действительно, Виктора Васильевича попросили, чтобы он пришел в нашу приемную на декабристов-16, чтобы какие-то документы посмотреть. К сожалению, вот, его не было, но вместе с тем, вот, у меня есть письмо, которое, значит, адресовано прокурору Адмиралтейского района, где дается подробное разъяснение, что же произошло с этими документами, с первым собранием собственников. Вот где, в частности, указано, что в связи с пожаром, произошедшим 5-го, 6-го, 12-го помещения жилкомсервиса Адмиралтейского района по адресу Синная, где находилась большая часть архива управляющей организации, эти все решения собственников, к сожалению, первого собрания не было. Поэтому, очевидно, и возникла вот эта ситуация, что непонятно было, где эти документы, и вот было повторное, значит, вот это собрание, протокол, который вы сейчас показали. Но вообще, в дальнейшем, если мы ответственно подходим и взаимодействуем, раз уж мы договариваемся о том, что мы вас ждем, пожалуйста, принесите какие-то документы, расскажите. Так что будьте любезны, если у вас есть время, все-таки прийти к нам на декабристов. Мы вас ждали с нашими юристами для того, чтобы декабристов 16, чтобы посмотреть и с вами пообщаться. Сергей Анатольевич поедет, наверное, к себе в офис, вот туда. Все, давайте сейчас бросаем эту душную студию, пойдем на улицы, площади и послушаем, какие вопросы вам, уважаемые коллеги, хотят задать жители Адмиралтейского района. Мотор. Игорь Геннадьевич, добрый день. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь решать проблему парковки в Адмиралтейском районе? Игорь Геннадьевич, я писала обращение по поводу установки детских площадок вот в районе улицы Декабристов. Получила ответ, что, я говорю, вот, например, место одно, 255-я школа. А мне прислали такой ответ странный, что эта земля в школе не принадлежит. Поэтому я им просьба все-таки организовать детские площадки для детей. Игорь Геннадьевич, вот, как улицы называют, кирпичный переулок. Вот, когда начнутся работы, так сказать, по посаду здания кирпичный дом. Ну, после дома два. Сергей Анатольевич, у меня в доме 19 по Малой Морской взимают плату за общедомовое отопление. А отопления на лестнице нет с самого начала сезона. Вот, пожалуйста, примите меры. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Вопрос такой, прекратите, в конце концов, посыпать улицы солью. Это же вы знаете об онкологических последствиях таких мероприятий. Ну, в конце концов, найдите способ, там, какой-нибудь песок, гравий. Сергей Анатольевич, прекратите посыпать солью, в конце концов. Так, ну, с кого начнем, Игорь Ильич? Давайте с вас. Поехали. Там парковка, муниципалы, что-то там, детская площадка и кирпичный дом. По парковкам. Очень коротко только, коллеги, давай. Коротко. Мест много нет. Те парковки, которые сложились и можно организовать, организованы. В дальнейшем, наверное, нужно принимать меры к строительству паркингов. Там, где это возможно под... Ну, это огромная, многокомплексная, на уровне всего города программа. Плюс есть у меня идея по экопарковкам. Но это потом, чуть-чуть попозже. И, кстати, очень скоро, мы вчера обсуждали эту тему, будет все-таки вводиться, это уже решение принято на самом высоком уровне, вводиться плата за парковку в центральных районах города. Так что тут мы будем абсолютно четко идти, как и европейские столицы. Так, что еще по детской площадке? Детские площадки. Детские площадки. Нужно понимать, что в центре земельные участки около садиков школ очень маленькие. Они даже по нормативам очень тяжело проходят. Следовательно, есть возможность, мы ставим. Площадки нельзя ставить в охранных зонах инженерных сетей. Не ставим. Есть возможность поставить рядышком сквер, а благоустроенное место будем ставить. Ну, вы адрес этот записали, там какая-то школа. И на муниципалов надо тоже поделить, пусть они, потому что бюджет у муниципалов. С муниципалами мы всегда согласуем адресные программы. Все, хорошо. А Кирпичный переулок, это не Адмиралтейский район? Вот это, к сожалению, центральный район. Но давайте Кирпичный 2 я запишу. Мария Дмитриевна, передавите коллеги. Так, Сергей Геннадьевич, очень коротко, буквально минута, по вашему. Большое спасибо за обращение. Значит, Малая Морская, дам поручение своим помощникам выйти, встретиться с управляющей компанией, посмотреть там, что за ситуация с оплатой. То, что касается посыпать солью, ну, извините, в песне посыпьте соль на рану. Значит, вопрос в том, что город посыпают и солью, и песком. Но сейчас, в связи с тем, что требования государственной власти к управляющим компаниям, они возошли, они где-то даже уже, мне кажется, перестраховываются излишне. Это видно, что явно асфальт уже не требует. Даже, знаете, хочется видеть легкий слой снега в хорошую погоду. Нет, видишь, они действительно засыпают такое количество, что, конечно, фундаменты зданий... Есть предложение. Хотя большую опасность для здоровья. Есть предложение. Давайте выберем квартал, просто экспериментальный. И в следующем году постараемся убирать без соли. Давайте так посмотрим небольшой... Все, давайте, на примере Адмиралтейского района. Все, запишите протокол. Все, 14.31, сейчас реклама, через две минуты вернемся, продолжим наш разговор. Спасибо. Телеканал «Санкт-Петербург» продолжает свою работу. В эфире программа «Петербургский дневник». Я, Юрий Зинчук. Тема этого выпуска – «Жизнь и пульс Адмиралтейского района». Гости в студии – глава администрации Адмиралтейского района Игорь Геннадьевич Мясников и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев. Все, коллеги, полетели дальше. Очень важная тема для Адмиралтейского района. Очень важная тема для Адмиралтейского района. Я сейчас прочитаю это сообщение. Утвержден проект планировки и межжевания территории в Адмиралтейском районе ограниченной улицей Ефимова, Садовой улицей и межквартальными проездами. То есть, в просторечии, Синная площадь. Знаменитая, легендарная, историческая Синная площадь. Она долгое время была в таком состоянии, долгое время была в таком состоянии, которая, ну как там, там до сих пор еще бьют женщину кнутом. Помните, как у Некрасова вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Синную. Брюхо Петербурга. Многострадальная Синная площадь. И вот утвержден уже этот проект планировки. Мы можем сейчас показать архитектурную перспективу Синной площади. Картиночки. Давайте, запускайте. Запустим сейчас картиночки. Так, вот. Не, не надо. Вот новое. Вот это архитектурный план, который, скорее всего, будет принят уже и утвержден, и будет реализован. По-моему, очень даже интересно. Но самое главное, что планируется дальнейшее развитие уличной дорожной сети. Часть территории будет застраиваться, и будет застроена второй очередью торгово-развлекательного комплекса «Пик-2» со встроенными вестибюлями метро. А также предполагается воссоздать на прежнем месте храм Успения Пресвятой Богородицы. Просторечие «Спас на Синной». Можем показать старый храм? Да, давайте все проилюстим. Вот как это выглядело. Замечательный храм, который потом взорвали. Вот из-за строительства вестибюля метро Синная. Потом было обрушение козырька, я помню. Да, обрушение козырька на Синной. Еще говорили, проклятое место. Нельзя было взрывать храм. Вот так родилась такая мрачная, достаточно еще одна городская легенда. Но, одним словом, Синная обретает новое будущее. Прежде чем передать слово нашим гостям, давайте включим Синную площадь. Наш корреспондент Наталья Люблинская сейчас находится на прямой связи с нами. Дайте нам Наташу замерзшую. Наташа, минус 15. Вот настоящий корреспондент. Стоит прямо обдуваемая всеми ветрами. Наташа, куда вы забрались? Что вы там делаете? И краткую информацию о том, что вам известно, как будет реконструироваться Синная. Наташа, вам слово. Да, Юрий, здравствуйте. Действительно, мы обдуваем и всеми ветрами, потому что стоим в самом центре Синной площади. И если вы помните, как раз здесь, на этом месте, стояла высокая стела. Она называлась Башня мира, на которой на 132 языках было написано одно слово. Мир. Ее уже нет. Вот ее как раз устанавливали к 300-летию Петербурга, к 2003 году. 10 лет назад была последняя реконструкция Синной площади. И вот готовится новая. Как сказал главный архитектор города Юрий Метерев, реконструкция площади уже началась. Пока постепенно снесли первый торговый павильон. Вот в виде амбаров они выполнены на площади. Готовятся к сносу остальные торговые павильоны. Но вот как раз за моей спиной вы видите строительство торгового комплекса ПИК-2, из которого будет вход и выход на станции метро Синная и Спаска. Но вот сегодня мы показали петербуржцам, прохожим, утвержденный план реконструкции площади. И вот как они его оценили. Ну это мне больше нравится, чем сейчас, да? Мне не нравится то, что, как и в советское время, сначала ломаем, потом строим. Хотела бы остановиться. Дело в том, что до сих пор не ясно, когда закончится реконструкция. Цифры называют разные. 2018-2020 годы. Ясно одно. Синная площадь будет меняться. Правда, постепенно. Юрий. Все, Наташа, спасибо вам большое. Ну вот такой, скажем так, смоделированный общественный совет по принятию этого архитектурного проекта, когда вы показывали этот проект жителям, точнее прохожим на Синной, все-таки положительно, большей частью, или отрицательно? Понравилось или нет, большей частью? Большей частью, конечно, положительно, потому что все отмечали такой главный аспект, что снесут торговые площади, и места на Синной станет больше. Сейчас очень узкие проходы, все уставлено лавочками торговыми, и из-за этого действительно приходится протискиваться между домами и торговыми павильонами. Но плюс еще надо не забывать, что сделают пешеходную подземную зону, тоже довольно-таки большую, разветвленную сеть, поэтому можно будет перемещаться и над землей, и под землей. Все, Наташа, спасибо большое, все, бегите в редакцию, грейтесь, свой профессиональный долг вы на этот день выполнили. Ну, знаменитый, да, скажем так, эпитет, который дали Синной, это брюхо Петербурга, это брюхо Петербурга, и вот это вот ужас, ну, не знаю, на мой взгляд, ужас, это знаменитая башня, которую к 300-летию подарили, не знаю кто, французы, по-моему, и слово из трех букв. Мир, да, слава богу, его убрали. Ваши комментарии, Евгений Ильич, во-первых, когда, как вот этот план проходил утверждение, и что будет? Очень коротко, вам слова. Коротко, на данный момент разработанный, прошел экспертизу проекта реконструкции Синной площади, соответственно, то есть проект есть, и встреча идет о его воплощении, соответственно, он будет поэтапным, на мой взгляд. Самый сложный момент будет это сейчас вынос сетей из-под пятна планируемого создания храма, потому что я провел уже два совещания по этому вопросу. Очень сложный будет проект выноса сетей. Его нужно запараллелить и со строительством вестибюля Спаская, и плюс по пятну строительства храма. Соответственно, нужно не забывать о том, что за торговым комплексом ПИК территория не менее ущербная, чем она здесь есть. На мой взгляд, эти проекты должны идти в параллели. Тогда они будут дополнять друг друга и выполнять соответствующую функцию. Там нужно обязательно, на мой взгляд, мое твердое убеждение, я на правительстве, на последнем, поднимал вопрос, что необходимы паркинги на Сенуе. Иначе она задохнется. Все, весь смысл будет утерян. Какую бы красивую архитектуру роскошную не придумали, какие бы там храмы не построили, если не будет решен вопрос паркинга, все, это все перечеркивается. На мой взгляд, это основное. И второй момент, конечно, площадь должна быть удобной для горожан. Трамвай вернется? Это сложно, трамвай вернется. Трамвай вернется? Ура, ура, трамвай. Я помню, в детстве катался мимо Сеной на трамвае. Пока до площади Тургенева, потом дальше будет. А площадь до... Сроки приблизительно, хотя бы 18-19. На данный момент я задавал вопрос профильным комитетам, когда все-таки мы приступим к работам. Скорее всего, в 2013 году глобальных изменений на Сеной не будет. А в дальнейшем, то есть, нужно смотреть при формировании адресных программ. Сергей Анатольевич, вам слово, давайте. Я бы буквально несколько слов дополнил. Вот по поводу возрождения храма, успеения, значит, или спас на Сеной, как мы его называем. Да, я встречался с отцом, настоятельным будущего храма. И с городского бюджета направил 1 миллион рублей на исследовательские работы фундамента. И даже поинтересовался, сколько средств потребуется на возрождение этого храма. Он меня примерно сориентировал, что пожертвование необходимо будет на 1 миллиард рублей. 1 миллиард рублей. Для того, чтобы остановить в том виде храм на Сене. Более того, я хотел бы отметить, что у нас там на Сеной площади есть очень уникальное здание, прекрасное. Это Гауптвахта. Самое старое историческое здание, где еще и Достоевский в свое время несколько дней провел. Вообще, площадь, конечно, уникальная. И много описано в различных произведениях литературных. Мы знаем, в каком состоянии было. Много реконструкции. Надеюсь, что вот эта последняя, как мы ее сейчас видим, она будет наиболее удобная для петербуржцев. Мы к этому вопросу подключились очень активно. В свое время я сам там был главой муниципального образования. Знаю всю эту проблематику. И будем, конечно, всячески поддерживать представителей инвесторов, которые, я знаю, желают и готовы приводить эту территорию в порядок. Храм будет строиться на бюджетные деньги или на пожертвования? Нет, я думаю, что на пожертвования. Может быть, какая-то часть там. А что-нибудь удалось? Вот вы миллион рублей выделили из бюджета на исследовательские работы. Да, уже были приведены эти работы. Они несколько смутили наших жителей. Вот Адмиралтейского района, который часто посещает метрополитен, потому что, да, стояли заборы. Но достаточно быстро эти работы были приведены, может быть, в течение месяца. Ну и все. Ну нашли вот это место, конфигурацию, фундамент. Да, теперь есть полное основание того, что храм будет через какое-то время возрождаться. Если деньги будут найдены, то тут сроки уже будут зависеть не от нас, как говорится. Некрасовская. Вчерашний день, часу в шестом зашел я на Сеную. Там били женщину, кнутом крестьянка молодой. Будет по-другому звучать. Вчерашний день, часу в шестом зашел я на Сеную. Видел площадь там совсем-совсем другую. Что-нибудь вот так вот. Видите, прямо во время прямого эфира я сочинил. Здорово. Все, поехали. Нам уже обрываются телефоны телезрителей, пока мы тут с вами о будущем Сеной площади разговарим. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. В эфире. Это вы меня слушаете, да? Да. Представьтесь. Меня зовут Любовь Павловна. Я проживаю по адресу Казачья, дом 9, квартира 106. Значит, вот спасибо вам за то, что дали такую возможность обратиться за помощью главе администрации. Значит, первый вопрос – это по оплате, которое я получила за коммунальные услуги. И стало худо, конечно. Значит, я взяла, залезла в интернет и нашла формулу по расчету отопления. Это, значит, постановление правительства номер 354, вот, и где я рассчитала сама, у меня получилась сумма значительно ниже, где-то на 800 с лишним рублей. Затем, значит, по воде, которую, значит, я использую каждый день, я пенсионерка, инвалид, я не работаю. Вот, я по счетчикам оплачиваю 10 кубометров. На общие нужды у меня уходит 7,24. Я рассчитала, если это на всю лестницу, это получается 195 кубометров воды на лестничную клетку. Я не знаю, куда такая вода уходит. В общем, вот такие деньги платим это раз. Хотелось, чтобы помогли разобраться в оплате. Спасибо. Любовь Павловна, спасибо большое. А, вопрос о сайт, вот, с помощью которого производили расчет, как называется сайт? В сайт я нашла просто на постановление правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года, номер 354. И там проведена формула, как произвести расчет, значит, отопления. Все, Любовь Павловна, спасибо большое. Мы обязательно тоже зайдем посмотрим. Не знала о том, что существует такой сайт, с помощью которого можно производить расчеты. Ну что, давайте, мы каждый день об этом говорим. Каждый день, прямо, что делать? Скажите сначала вы, потом я добавлю. Первое, подойти в жилищную, то есть, управляющую компанию, которая обслуживает этот дом. Они должны подтвердить расчет данных, который выполнен, объяснить его. Там прийти в бухгалтерию? Да, объяснить, чтобы они объяснили. Так. Если человек не согласен, и там действительно сразу выяснится, много, мало почему. На мой взгляд, очень много. Очень много. Очень, по ХВСу, много. Так. Потому что я тоже свой листочек проверяю каждый месяц. То есть, там другая цифра. Не может на общую нужду идти такая цифра. Скорее всего, что-то не то. Значит, если там не получится, приходите в администрацию. Вот сразу, в любое время. То есть, там у меня зам есть. Игорь Ильич, к кому обратиться? Давайте, скажите, вашего зама или кого-нибудь к кому обратиться? Значит, можно обратиться, подходить в приемную ко мне, кабинет 323. Просто оставлять. Можно на сайт, можно телефон. Любовь Павловна, подходите, подходите в администрацию Адмиралтейского района и говорите, я по звонку из программы Петербургский дневник, Игорь Геннадьевич обещал мне разобраться, встречу, и он вам даст какую-нибудь... Я уже записал. Да, Дегтя, Казачья, дом 9. Сергей Анатольевич, ну, депутаты тоже должны объяснять как-то, что делать людям в этой ситуации? Вашим избирателям? Конечно, мы готовы тоже, значит, по этому адресу, вот я тоже записал, Казачий дом 9, Любовь Павловна, если, значит, я думаю, вот эта проблема не будет решена администрацией, мы также готовы подключиться, у нас есть специалисты, экономисты, юристы, пожалуйста, мы готовы вместе с вами это все обсчитать. Также мы вас ждем, пожалуйста, в любое время, на декабристов 16, в нашей общественной приемной, каждый день с 10 до 18 часов вы можете подойти. И мы готовы сами совместно все это пересчитать и посмотреть, насколько это соответствует реальному... Ну, Павловна, ну, вы тоже должны еще учитывать следующую ситуацию, что, может быть, может быть, в вашем доме проживает огромное количество людей, которые там не прописаны, но эти люди пользуются электричеством, водой, теплом и так далее, и тому подобное. И это тоже надо смотреть и считать. И право у вас это есть. Значит, в первую очередь надо подойти, конечно, в бухгалтерию, в вашу управляющую компанию и потребовать, еще раз говорю, не попросить, дайте, пожалуйста, а потребовать, дайте мне расчет, на каком основании вы мне насчитали 7 тысяч, там, чем-то рублей. Все, полетели дальше. Еще звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем ваш вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Анатольевна. Я, вообще-то, у меня дочь живет в Адмиралтейском районе. Я очень часто хожу, у меня два вопроса, один вопрос. Очень часто хожу по участку декабристов к ней от театральной площади до Ливинного переулка. Идти невозможно. Там никогда не чистится. Я не знаю, вот сегодня я, конечно, не была, не знаю, но вот еще выходные я шла по дороге. Я видела люди нарядные на каблуках, идут в театр, они идут по дороге, мимо машин, потому что по тротуару узкому там. Это декабристов, да, Галина Анатольевна? Да, да, да. По декабристов. От Мариинского театра туда, в сторону Вознесенского. Да, да, да. От Мариинского, от театральной площади до Ливинного переулка. Все понял. Вот этот кусочек, просто идти невозможно. Спасибо. Так, второй вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос похожий. Вот, только у меня адрес другой. Декабристов 22. Там, в общем, то же самое, я не буду приводить эти цифры, потому что то же самое, общие домовые нужды превышают все индивидуальные счетчики. Вот. И дело в том, что когда я подошла в бухгалтерию, как вы говорите, потребовала, они мне утвердили, что они считают по тарифам. Я в дом управления, мне сказали, что стоят общие домовые счетчики. Должны считать по счетчикам. Получается дешевле. Я вернулась в бухгалтерию. На следующий месяц пришло опять по тарифам. Они сказали, что у вас общие домовые счетчики стоят на несколько домов. Вот. Все понятно. Галина Това, все понятно. Давайте, Игорь Геннадьевич, очень коротко. Ну, по декабристов там надо... По декабристов, я знаю, это участок до Львиного переулка, ГУДСП. ГУДСП. ГУДСП-центр. Центр. ГУДСП. Пусть что-то сделают-то, но... Да. Убрать надо. Люди из театра, из Мариинского театра, они там послушали, в Эрде выходят. Тем более, что тротуар по декабристов, он очень узенький. Он просто действительно очень узкий, его убирать нужно. Игорь Геннадьевич, вот. Согласен. Просто вот ваша персональная ответственность. Хорошо. Я проведу сейчас обратно. Так, хорошо. Поехали дальше. Второй вопрос. Да, по начислениям. Значит, давайте так. Я записал декабристов 22. Я проверю. У людей не должно быть начислений на общедомовые нужны, на ОДН, так называемые, выше, чем они потребляют по квартире. Ну, по понятию не может быть выше. Поэтому вот когда сразу возникает абсолютно правильное сомнение у человека, что когда ему начисляют больше, чем он платит по счетчикам, которые у него домовые, ну, то есть квартирные, быть этого не должно. И люди должны понимать, что по тарифам не начислять. Давайте тоже сделаем. Галина Анатольевна, вы нас слышите наверняка. Давайте тоже, вот как и прошлую нашу телезрительницу, вы примете, да, и поможете объяснить. И Сергей Анатольевич тоже готов помочь пересчитать. А мы, мы после вот этого звонка прошлого и вот сегодняшнего, вот этого, нынешнего тоже, который был, давайте мы нашли сайт, сайт, давайте выведем, где он там, а он на экране сейчас, да? Ага. Вот, 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 вижу, как он называется? Ф-С-Т-А-Ф. Да, федеральная служба по тарифам точка ру. Ф-С-Т-Р-Ф. Вот, зайдите, пожалуйста, на этот сайт, зайдите, там есть калькулятор, и вы можете сложить все ваши траты и выйти на какую-то общую цифру, которая и поможет вам определить, пересчитая там, насколько вас, скажем так, неправильно перерасчитали. Так, все, записали, ФС-Ф, все, спасибо большое. Так, есть еще звонки? Так, поехали дальше. Что сделано? Что сделано у нас вот по прошлой нашей передаче? Порфировая ваза на набережной, это мы выяснили, она реставрируется. Управляющая компания «Стилис» не исполняет свои обязанности, так, это мы тоже выяснили. Канал «Грибоедов-42», вот, фальшивый протокол, у меня записано, когда звонил телезритель, тоже делал. Так, вот такой у нас острый материал, мы подготовили, он был у нас в новостях, и мы сейчас его хотим еще раз показать. Дайте, пожалуйста, видео, а я прочитаю этот вопрос. Значит, адрес такой, Адмиралтейский район, дом 2 и 4 по 5 Красноармейской улице, это угол с правительственной трассы, с Московским проспектом. В подвале дома проходят трубы с отоплением и канализацией. Собственник подвала переоборудовал это помещение, углубил полы, начал делать вход со стороны 5 Красноармейской. Уже даже принялся рубить фасад домов, фасад домов изнутри, которым 150 лет. По домам пошли трещины, люди забили тревогу, вызвали полицию, другие службы. Вот, трещина вы видите, да, вот, пошла уже трещина. Ключи от подвала находятся лишь у собственника, ни у кого нет доступа. Проверить, что там, службы не могут. Когда снимали этот сюжет, межредственная комиссия дала комментарии по поводу того, что разрешение есть только на новый вход. Углубление не согласовывали, к тому же имеющийся проект уже просрочен. Вот, очень коротко. Собственник получил этот подвал, углубил его, начал долбить уже стену 150-летнего дома. Все пошло-поехало, к нему не попасть, ключи только у него. Что делать, Игорь Геннадьевич? Вот, что в данном ситуации, все жильцы, представляете, жильцы двух домов по 5-й Красноармейской, из-за одного этого собственника, я более чем уверен, что он не санкционированно все это делает, не могут жить спокойно. Что делать, Игорь Геннадьевич? Ну, безусловно, все работы, которые проводятся в жилых домах или нежилых домах, должны делаться в соответствии с проектом. Если это не говорит о том, что это просто чистая косметика. Раз. По-моему, если мне не изменяет память, по этому адресу уже было обращение, значит, я его расписывал тем, чтобы перепроверили еще раз все. Если отсутствие проекта есть, значит, необходимо сформировать пакет документов и инициировать, в общем-то, обращение в суд, и через суд обязать собственника, либо вернуть все в изначальное состояние, если он делал какие-то перепланировки, не санкционирован, значит, и добиться решения суда по данному вопросу. Вообще, я бы принимал более радикальные, наверное, меры к таким людям. Если они выполняют данные работы и нарушили, вплоть до того, что инициировать внесение изменений в гражданский кодекс в части изъятия вот таких собственников этих комиссий. Ну, понятно, Игорь Ильич, ну, гражданский кодекс мы не поменяем с вами, это серьезное дело вселенского масштаба. Обязать по суду. Давайте сделаем все равно, вот надо послать специалистов, чтобы они посмотрели, да, жилищного отдела, наверное, вашего, посмотрите, пожалуйста, и можно вот жильцы этого дома тоже как-то, и Сергей Анатольевич, и к вам, может быть, да, там обратиться? Давайте, прокомментируйте. Прежде всего, по заявлению жителей туда выйти, все это осмотреть, что они там прорубили. Ну, надо по конкретному адресу. Все, Сергей Анатольевич, значит, давайте сделаем так, они к вам обратятся. Он уже принят, он работает. Все, есть закон, надо только научить людей пользоваться. Закон Санкт-Петербурга, я почти. Закон Санкт-Петербурга, надо научить людей пользоваться. К вам обратятся, вы их свидетельствите с муниципалами, и решим этот правиль. Сейчас реклама, через две минуты вернемся. Спасибо. В эфире программа «Петербургский дневник». Я Юрий Зинчук, тема этого выпуска «Жизнь и пульс» Адмиралтейского района. Гости в студии. Глава администрации Адмиралтейского района Игорь Геннадьевич Мясников и депутат законодательства собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев. Остается очень мало времени, но я еще хочу обязательно, чтобы мы показали одну из наших новых рубрик. Она, идея о создании этой рубрики, для вас, очень просто. Вот нас журналисты все время ругают, что мы там что-то не то показываем, не так снимаем, не ту новость показываем. Мы решили так. Вот главы районов, вот вы приходите к нам на эфир и на минуту становитесь главным редактором передачи «Петербургский дневник» и показываете самую, на ваш взгляд, важную новость. Итак, Игорь Геннадьевич Мясников принес нам новость. Давайте ее покажем сейчас. Давайте. Мотор. А, Игорь Геннадьевич Коммутирович, что вы нам привезли? Давайте. Климов переулок, 4-6, адрес. Там строительная площадка. Неоднократно шли жалобы жителей на то, что шум трещины в домах соседних, когда ведется стройка. Значит, мы разбирались по этому вопросу. Встретились с застройщиком. Строится детский садик. Убедительно просил и застройщика провести мониторинг, чтобы заключили договор на мониторинг. Чтобы мало ли какие-то ухудшения пошли, чтобы мы их контролировали. Значит, они откликнулись на эту просьбу. Единственное, что просил и жителей, чтобы чуть-чуть потерпеть, немножечко потерпеть. Основные работы они закончат все с устройством фундаментов. Дальше мы уйдем внутрь объема и, в общем-то, минимизируем к лету строительную работу, чтобы ни шума, ни пыли там было меньше. То есть они уйдут в коробку здания и уже займутся отделкой. Там будет детский садик. Там будет детский садик. Сергей Иванович, 30 секунд вам. Что еще может быть? Вы свою какую-то новость, но не видя хотя бы себя. Ну, я хотел бы все-таки еще раз обратить внимание наших уважаемых жителей Адмиралтейского района. Если они сталкиваются с серьезными проблемами и хотят сэкономить свое время, пожалуйста, приходите на Декабристов 16. У нас каждый день, кроме субботы и воскресенья, работают наши специалисты. Приходите со всеми вопросами. Мы готовы работать с вашими обращениями. Мы работаем уже много лет и помогаем в зависимости от тех возможностей, полномочий, которыми располагаем. Все, спасибо. Первая часть Петербургского дневника на этом заканчивается. Сейчас новости. Встретимся минут через 10. Не уходите, будет очень много интересных тем для обсуждения. Спасибо. Спасибо. Телеканал «Санкт-Петербург» продолжает свою работу в прямом эфире «Право видеть и знать, чем живет великий город». Это ваше право. Наш долг дать вам его. В студии Юрий Зинчук. В эфире программа «Петербургский дневник». Вторая часть нашей программы, или как мы ее называем, «Петербургский дневник 2.0». И если в первой части мы говорим о том, что у нас стоит в редакционном плане, районы, дороги, проблемы, то второй час посвящен исключительно тем событиям, которые формируют такое понятие, как 21 век. Россия, Петербург, сегодня. Что это за город, как в нем жить, каким он будет в ближайшем будущем. То есть речь идет о людях, событиях, фактах, явлениях, без которых нас, современных петербуржцев, очень сложно представить. Это тот информационный воздух, которым мы дышим здесь и сейчас. Итак, Петербург, сегодня, 17 января, четверг. Поехали. Начинаем сразу же из всего потока новостей. Мы выбираем, на наш взгляд, самые актуальные. Те новости, которые становятся, скажем так, стилеобразующими с точки зрения влияния на наш быт, на образ нашей жизни. И вот сегодня мы выбрали следующую новость. Курение в общественном месте будет наказываться штрафом в 3 тысячи рублей. С такой инициативой выступила Государственная Дума. Поправки в Кодекс административных правонарушений будут вводить такие штрафы. Они могут быть приняты в течение ближайших месяцев. Из-за курения в неположенных местах штраф будет накладываться как на физических, так и на юридических лиц. То есть заплатит как сам курильщик, так и владелец заведения. Где демили не по правилам. При этом список мест, где запретят курение, будет очень жестко определен. Например, нельзя будет курить в ресторанах. Внимание! Все любители покурить в ресторанах. Запрет. В кафе. Запрет. В медицинских учреждениях, в магазинах, транспорт и в других местах, не предназначенных специально необорудованных для курения. Размер штрафа будет колебаться от полутора до трех тысяч рублей, хотя он будет, возможно, и увеличен. Вот такие вот суровые, суровые меры. Я, как курильщик, как курильщик в прошлом, курил 13 лет, бросил уже три года, не курю, являясь самым ярым борцом с курением. Вот я считаю, что это зло из всех возможных злов. Надо с этим бороться. Поэтому тема меня крайне взволновала. И для обсуждения, насколько реалистичны, правомочны и с точки зрения здоровья, или с точки зрения юриспруденции все вот эти вот меры, которые в ближайшее время станут суровой реальностью нашей жизни, мы пригласили наших уважаемых экспертов. Итак, сегодня в студии со мной при обсуждении этой темы работают Илькович Михаил Михайлович, главный пульмонолог НИИ пульмонологии. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Только не НИИ пульмонологии, а Санкт-Петербурга. НИИ Санкт... Как? Точно? Главный пульмонолог Санкт-Петербурга. Главный пульмонолог Санкт-Петербурга. Редактор, который мне это написал, получит выговор. Хорошо? Поехали дальше. Поехали дальше. Так, Виталий Валентинович Милонов, депутат законодательного собрания. Виталий Валентинович, вы нас слышите по скайпу? Включается Виталий Валентинович с нами. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Да, прекрасно слышал. Да, сейчас мы вам зададим вопрос. Ну, понятно, что люди, которые делают законы для нас в этом плане, очень важны, как эксперты. И наш эксперт Алексей Михайлов, который достаточно долгое время проработал в Европе, и мы просто хотим у него спросить, а как в Европе решается вот эта проблема? С одной стороны, люди хотят курить, а с другой стороны, те, кто находятся рядом, хотят, чтобы их это не касалось. У нас есть еще один гость. Михаил Борец. Это представитель городского Петербургского сигарного клуба, но он, видимо, где-то застрял в курилке. Его нету. Мы его ждем, так что, если подключиться чуть позже, будет замечательно. Давайте начнем с законодателей. С законодателей. Тем паче у нас Виталий Валентинович, он известен в своей очень активной такой законотворческой позиции. И спросим его, Виталий Валентинович, на ваш взгляд, вот такой тотальный запрет, такое ужесточение, такое, ну, как это назвать даже, диктатура против людей с сигаретами. Насколько это поправомочно, оправдано? И будете ли вы поддерживать подобного рода инициативу? Пожалуйста, Виталий Валентинович, вам слово. Дайте сказать. Я курил 16 лет в своей жизни и, слава Богу, бросил. И считаю, что та атмосфера седозволенности, которая у нас есть в отношении курильщиков, она не допустима. Это неправильный подход диктатуры в отношении курильщиков. Курение – это социально опасное явление, это вредная привычка. Соответственно, государство, которое находится в разуме и не страдает с суицидом, оно должно заботиться, чтобы люди в этой стране не курили, не курили как можно меньше. Виталий Валентинович, ну дайте им возможность хотя бы в ресторанах покурить. Ну, в ресторан пришел, бокал вина выпил, надо немножечко расслабиться. Хорошо, я прихожу в ресторан, я не хочу нюхать эту вонючку, но я не могу зайти в ресторан, потому что там сидят люди со своими папиросами, еще не дай бог с этими сатанинскими сосудами, кишащими смолой. Это вы имеете в виду кальян? Конечно. Я понял, я догадался. Кальян – это сто раз опаснее, потому что девочкам, которые приходят и им предлагают эти негодяи кальян, девочкам кажется, что это не опасно. Им говорят, да нет, там же все через воду очищается, все хорошо. На самом деле это жуткая гадость. И в Италии, например, текует очень много людей. Смогли победить этот вопрос только путем тотального запресса на курение. Все, спасибо. Спасибо. Виталий Владимирович, ваша позиция ясна? Не оставайтесь, пожалуйста, на связи, мы вам еще дадим слово. А сейчас давайте выслушаем наших других экспертов. Михаил Михайлович, на ваш взгляд, вот такие штрафы, такая диктатура является действительно панацеей и поможет в ситуации борьбы с курением? Или же, наоборот, усугубит, я не знаю, вот ваше мнение как человека, который, ну, не одни легкие курильщиков видел, знает, насколько это страшно. Вам слово, Михаил Михайлович. Ну, я бы здесь не применял слово панацея. Но то, что запретительные меры нужны, и отношение мое к курильщикам, вот как только что уважаемый депутат законодательного собрания высказал, я абсолютно это поддерживаю. И дело то в том, что курение – это ведь не дело курильщика одного, понимаете? Даже не в том, что пришел в ресторан или там где-то на остановке, и вот он мне мешает, он меняет вот ту атмосферу, в которой я чувствую себя комфортно. Дело еще в том, что курильщик в 40, в 50 лет у них уже чаще возникает гипертоническая болезнь, у них инфаркты, инсульты, масса других заболеваний, я не буду перечислять, потому что пришлось бы перечислять всю внутреннюю медицину. И если он в 50 лет становится инвалидом, так кто на него работает? То есть вы за такой запрет? Я считаю, что мы не должны выдумывать что-то новое. Запад, Соединенные Штаты, я побывал во всех странах, которые западнее России, в Канаде, в Соединенных Штатах, это уже пройденный этап. И если посмотреть, какая заболеваемость, смертность, летаяность от этих болезней, понимаете, это разительно. За 10-15 лет ситуация изменилась разительно. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Ваша позиция ясна. А вот давайте, Леш, к тебе вопрос. Ты очень долгое время жил в Европе. Как в Европе с этим борются? Может быть, действительно, излишне мы своей российскости, сейчас все позапрещаем, и это будет неправильно. Как в Европе вообще? Европейский опыт, на самом деле, обобщать достаточно сложно, поскольку в разных странах он разный. В некоторых странах, вы не станете этого отрицать, относится к времени довольно толерантно, как, например, в странах Скандинавии некоторых, увы. А я могу говорить только о Британии, во сколько я 6 лет жил и работал в Лондоне. Там этой проблемой озабочены последовательно и очень жестко. Настолько жестко, что вот недавно в одном из центральных и самых роскошных районов Лондона была закрыта сигарная комната, клиентами которой были все самые выдающиеся люди страны. И с аукциона был продан хомидор, это шкаф для хранения сигар, то есть это по значимости, как если бы вдруг исчез, я не знаю, там, Букингемский дворец. Ну, правда, вот по социальной значимости это с одной стороны. А с другой стороны, это делает максимально уважительно по отношению к курильщикам, потому что вот долгое время последним бастионом курения оставались пабы. У нас пабы по ошибке считают пивными барами, это не так. А что такое паб? Паб это паблик хаус, люди туда приходят, конечно, для того, чтобы пропустить пинту пива, но в первую очередь для общения, ну и кто-то там с сигареткой. Сначала ввели сепаратные зоны для курильщиков, для некурильщиков, потом запретили курить за стойкой бара, потому что пабликом, который разливает пиво, он может быть не курящим человеком. А впоследствии курильщиков вообще как-то попросили вон, и они вот толпятся на улице, но не нужно забывать, что в Лондоне плюс 15 зимой, не редкость. И к тому же там установили такие газовые грибы, газовые горелки, которые позволяют людям не мерзнуть. Вот у нас газовых грибов нету. Ну вот, то есть максимально людям создают все-таки условия для того, чтобы им было где покурить, а не так, чтобы просто взять и запретить. Так, следующий гость у нас пришел уже, да? Вот представительство, сейчас, Михаил, заходите, пока присаживайтесь, сейчас мы запустим сюжет. Ну, естественно, мы пошли в музей, который, здравствуйте, который еще, я с детства помню, там ужасы, ужасы всякие показывают. Это музей гигиены. Где капля никотина убивает лошадь. Где капля никотина. Вот пришел Михаил Борец, представитель Санкт-Петербургского сигарного клуба. Михаил, вот сейчас посмотрите этот сюжет, и потом попытайтесь нас все-таки разуверить в том, что диктатура против курильщиков, которая грядет в самое ближайшее время, это неправильно. Давайте посмотрим материал. Мотор. Сегодня я посетил музей гигиены, чтобы наглядно показать телезрителям, что бывает с органами курильщиков. Так выглядит нормальная легкая, вполне естественно для организма. А вот легкая любителя посмолить. Оно черного цвета и похоже на сгнившее авокадо. Если представить, что такое находится в твоем теле, становится не по себе. Именно в 95% случаев возникающего рака легкий, это только у курильщиков. Выдумают, что будет курить или не курить. Никотин может вызвать и множество других болезней, в числе которых рак полости рта и поражение кожи. Для женщин особо будут страшны морщины. Насмотрелся я на пораженные органы курильщиков. Вряд ли кто-нибудь пожелал бы себе такие же. А еще, пока ходил по музею, задумался вот над чем. В среднем пачка сигарет стоит 50 рублей. За два дня я выкуриваю минимум одну. Таким образом, на сигареты трачу 10 тысяч рублей в год. А мог бы себе велосипед купить. Все, курить надо бросать. Но завтра. Да, за 10 тысяч рублей можно хороший действительно велосипед купить. А я расскажу такой анекдот. Подходит джентльмен в табачной лавке к прилавку. И там стоят пачки сигарет. На одной из них написано. Рак легких, курение ведет к раку легких, инсульту, бесплодию. Не, 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 не бесплодие. Мне рак легких, пожалуйста. Михаил, ну давайте. Вот мы все тут единогласно практически, из исключения меня. Я должен поддерживать такую дискуссию. Говорят о том, что эта законотворческая инициатива абсолютно справедлива, гуманна и целесообразна с точки зрения здорового образа жизни. Запретить вообще везде. Рестораны, кафе, транспорт, все что возможно. Кто-то считает это наступлением на права куличиков. Ваше мнение, только очень коротко. А этому вопросу больше 300 лет. Может быть даже и 400. Еще отец Петра I, Алексей Михайлович, тишайший, кстати, повелел на дыбу сажать, имущество отнимать. Рвали ноздри, на самом деле, и отправляли в Сибирь. За что? За курение. За курение? Да. В начале 17 века. Вот надо нашим депутатам Госдумы подбросить такую инициативу. Ну, питерская, но в питерском... Шучу, это шутка. Да, пожалуйста, Михаил. В питерском стиле это как раз тенденции Петра Алексеевича, когда закон об ассамблеях, наоборот, повелевал кофе пить, табак курить, платье, пардон, носить. Мужчины с женщинами за одним столом могли сидеть, что, ну, верхом неприличие было в то время. Верхом. Так вы считаете, правильно это или не надо? Или все-таки нужно какие-то рамки иметь? А последние 400 лет, опять же, вопрос стоит так. Либо дорого, но можно, либо дешево, но на дыбу. А скажите, пожалуйста, вот у вас, ваш сигарный клуб, достаточно большое количество людей ходит? И что их привлекает? Просто покурить или что? Если больше это общаться. Больше общения? Больше это общаться. Хорошо, давайте еще раз послушаем Виталия Валентиновича, депутаты законодательства собрания. Виталий Валентинович, ну вот говорят, что есть мнение все-таки, что нужно как-то более гуманно, более по-европейски подходить к решению этого вопроса. Очень хороший исторический пример с Петром Алексеевичем, который вообще ноздри рвал за то, что люди курили. Скажите, пожалуйста, вы все-таки продолжаете наставить, что вот эта тотальная диктатура против курильщиков, она необходима, важна и надо это, как вы выразились, этот сатанизм искоренить? Да, понимаете, в чем дело? Здесь полумер, это почти не помогает. Идешь в Италии и заходишь в магазин или в бар, и написано, что штраф 200 евро за курение. Это, конечно, очень полезно ударяет под тем, кто курит. Я это понимаю. Я сам 16 лет был рабом этой пачки сигарет. И, знаете, если бы меня кто-то заставил бросить курить тогда, я бы считал его врагом номер один. Но после того, как я бросил курить, я бы считал этого человека самым лучшим другом, если он мне помог бы избавиться от этой гадности. Это все-таки заболевание. И давайте мы будем относиться к нему как к заболеванию. Это наркотик, это наркотик, это никотинок, это наркотик. Давайте мы также и марихуану будем раздавать, разрешать курить, там, героинку употреблять. Это неправильно, это ведет к деградации нации. Деградация нации может быть остановлена только силовыми способами, к сожалению. Это только так всегда борется. Виталий Валерьевич, но если мы так будем двигаться, то в таком законотворческом ажиотаже мы можем скоро запретить пить кофе. Там же тоже есть кофеин, он тоже как-то стимулятор такой. Нет, нет, я категорически против. Я, как и финно-зависимый, категорически против этого дела. Избавитесь запретимым. Что касается сигарет, то с другой стороны, я, конечно, понимаю, что есть места типа аэропорта, да, где люди могут сидеть, благодаря нашей компании Полково, там, сидеть по 4-5 часов ждать самолет. Поэтому необходимо сделать специальные зоны, где вот эти люди, не мешая никому, могут, ну, отразиться, слушаем, очень хочется. Вот. С другой стороны, я понимаю, что эти зоны не должны распространиться везде. Вот. У нас в законодательном собрании сделали курилки, курительные кабинки современные. Согласен. Она, к сожалению, стоит напротив моего кабинета. Воняет на весь территорию. То есть кабинка напротив вашего кабинета, да, поставили? Да. Она стоит напротив кабинета. Вот, злодей, мешает вам работать. Вонь страшная, на самом деле, эта кабинка не помогает. Если ставить кабинки, то они должны быть доизолированы, с мощнейшими фильтрами. Но я считаю, что люди, предположим, которые хотят покупать, не должны же мы, налогоплательщики, оплачивать закупку этих кабинок. Сделать платный вход там. Все, Виталий Владимирович, очень коротко. Спасибо, нас время поджимает. Виталий Владимирович, один очень короткий вопрос. Это инициатива Госдумы, это федеральная, на федеральном уровне инициатива, и на федеральном уровне это будет принято. А вот вы, как представитель Петербургского законодательного собрания, может быть, Петербургу пойти еще дальше? Вынашиваете ли вы какие-нибудь такие планы вот в этом направлении? Может быть, еще больше ужесточить? Не то, что там в ресторанах, в кафе вообще, я не знаю, там, вид человека с сигаретой должен вызывать... Ну, я не знаю, вот не собираетесь ли вы дальше двигаться в этом направлении, как депутаты? Нет, силовые методы, к сожалению, нам не присущи, мы не имеем на то полномочий. Но я считаю, что, учитывая тут особую атмосферу, которая действует в нашем городе, можно уделять больше внимания, больше средств на пропаганду не курения, когда подростки будут получать от авторитетных людей эту информацию. Все, Виталий Владимирович, спасибо большое, нас уже выбрасывают из эфира. Так, Михаил Михайлович, ну, ваше мнение теперь. Вы знаете, я бы хотел в двух словах сказать еще об одном аспекте. Курящая беременная женщина. Вот мы удивляемся, почему молодое поколение растет, учиться они не хотят, они плохо усваивают, они агрессивны. Так, причину вы ищите в том, что эта женщина не только курила, но и во время беременности она курит. Это просто катастрофа. Это такой низкий культурный уровень. Это люди, которые просто, понимаете, это вот где-то дикари, а дальше вот идут они. Прекрасно одетая девушка, которая курит. Так, может быть, вот эта прекрасно одетая девушка, беременная, уже не девушка, да? Вот она идет с сигаретой почему? Потому что в свое время, будучи девочкой, она видела вокруг себя людей с сигаретами. Да, Михаил? Да. Согласитесь, поддержите разговор. Согласитесь, да? Абсолютно согласен. Вид человека с сигаретой, он как бы посылает сигнал, что это возможно, это модно, да? Вы помните историю ковбоя Мальборо с сигаретой, который умер от рака легких? Школьники наши 26% курят. Школьники. 26%. В Е-звонок у нас 635-85-72. Уважаемые телезрители, пожалуйста, можете звонить и высказывать тоже ваше мнение. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем вас. Добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Александр Васильевич. Вы курите, нет, Александр? Нет, попроси меня, Боже. Я хочу сказать об одном. Дело в том, что вы говорите о жестокости закона по борьбе с курением. На самом деле он не столь жесток, потому что он, в частности, не предусматривает наказание за курение на лестничных площадках. И это очень широко обсуждается, кстати, в интернете. Мы недавно, соседи, отнесли заявление милиции, нам сказали, что никакого решения по этому заявлению принято не будет, потому что закон это не предусматривает. На нашей лестнице молодые люди, которым дело бесполезно замечают, потому что, так сказать, вы разрушаете здоровье окружающих, а здесь живут и аллегрики, и люди с сердечными заболеваниями. Понимаете, мы оказываемся жестами, на самом деле. То есть это проявление полного отсутствия культуры и неуважения. Я уже не говорю про закон. А то, что закон не жесток, он действительно в отношении курильщиков на лестничных площадках, он не жесток. Абсолютно, Александр, согласен с вами. Вот я живу в доме на пятом этаже, и вот пока я с первого по пятый этаж поднимаюсь, вроде бы на каждом этаже установлены какие-то такие мусорницы, но они очень узкие. И люди стоят, баночки там какие-то. Мне хочется спросить, вот если бы эти баночки, эти пепельницы стояли у них в гостином, в спальне, они бы точно так же промахивались, это интересно, или нет? Леш, ваше мнение. Я вот о чем хотел сказать. Я еще хочу сказать, что этот закон, на самом деле, тем важен, что он регулирует, переводит, как сказать, курение из такой вот повседневной привычки, когда что-то, что называется, рукам заняться нечего, да? То, что англичане называют special occasion, когда нужно специально откуда-то спускаться на лифте, как вот в Лондоне это происходит, там с 50-го этажа для того, чтобы выйти на улицу. Вот потому что я как дитя 70-х прекрасно помню наших положительных киногероев, как правило, героев Урбанского или Матвеева, которые в момент наивысшего нервного напряжения, расставания с любимой женщиной, выхватывали пачку папирос «Север», вот, и закуривали, причем не выходя из комнаты, да, зачастую, или купе поезда. Вот, сейчас это становится невозможным. Мы все-таки не можем обойтись, я думаю, что Юрий меня поддержит, не можем здесь обойтись без короткого моралите, это в большей степени даже вот сейчас месседж будет такой к Михаилу, потому что мне бы хотелось показать вам троих выдающихся британцев-курильщиков сигар, Давайте британцев-курильщиков. Чей образ невозможно отделить от курения, Зигмунд Фрейг, который эмигрировал в Британию, как известно, накануне Второй мировой войны, не выпускал сигару просто изо рта, в буквальном смысле слова, для него это закончилось фатально, 30 операциями, добавлен болезненными, в конце концов он попросил смертельную дозу морфии, хотя тогда не было еще и втаназии, но его просьбу удовлетворили. Джордж Харрисон, который не дожил, к сожалению, до 60 даже лет, Джордж Харрисон, чью композицию «Сантен» Фрэнк Сенатор назвал величайшим лирическим произведением всех времен народов, да, вот он выкурил две пачки сигарет в день, и, к сожалению, это закончилось для него тоже онкологией, и метастазы проникли в мозг, уже ему ничем нельзя было помочь. С другой стороны, Уинстон Черчилль, выдающийся британский премьер-министр, вот мы его видим даже на поздних фотографиях. Свет и сигара, две вещи, которые помогают чувствовать меня сердце, и никакого спорта, вот замечательно. Да, но для этого можно быть из рода Мальборо и быть настоящим аристократом. И до скольки он прожил? До 90 лет, да. О! Да, одно но, мы видим его вот здесь на этих снимках с сигарами, он и не курит. Это просто осталась частью его имиджа, врачи посоветовали ему расстаться с этой привычкой, и он, будучи вот таким человеком, чей образ просто не отделим от значка Викторе, да, и сигара в пальцах, тем не менее с ней расстался. Вот хитрец, хитрец, Михаил, вам слово. Абсолютно согласен, абсолютно согласен с Михаилом Михайловичем, абсолютно согласен, что слово культура, оно здесь важнейшее. И здесь не вопрос о табаке или о пиве или о продукте, а вопрос о культуре бытия и потреблению. Да, то есть Санкт-Петербургский сигарный клуб однозначно против курения в лифтах. И на лестничных площадках. Абсолютно против курения на лестничных площадках, абсолютно против курения в тех местах. Это вы, Михаил, нас в свой сигарный клуб заманиваете. На лестничной площадке не кури, в ресторане не кури. Все-таки мы говорим о том, что дети, которые 26% курят. А это сложный вопрос. Если это месяц раз, три раза в год. Это человек курит или нет? Наверное, все-таки я употребляю этот продукт, скажем так. Не, ну так как Зигунд Фред курил, я вообще не представляю, как так можно курить сигары. Еще больше. Маршал Маннергейм, если мы его вспомним. Ференс Лист, если мы их вспомним. Все пережили 80 лет. И они все были заядлыми курильщиками. И они много употребляли этого проклятого... И это исключение, которое подтверждает правила. Все, все, все. Давайте. Так, Михаил Владимирович, вот вы, как специалист, напугаете нас чем-то. Одной какой-нибудь фразой, я не знаю, закодируйте, те, кто еще не решил для себя, бросить ему или не бросить. Вот Госдума идет по этому пути. Мы этим эфиром пытаемся доказать, что курение – это вред, это зло. Швы, как специалист, как врач, скажите нам что-нибудь страшное. Ребята, курить... Ну, наверное, первый раз я пожалел, что я не Кашпировский. А то сейчас бы я дал установку. Минус 15 лет жизни, я не знаю, что... Дело-то в том, что курение, вот с возрастом, человек обрастает столько болезней у него, и он умирает раньше. И вот траектория его жизни – это одна траектория. Если он не курит, у него другая траектория. То есть курит, если курит вот так, а если не курит вот так. Причем, вы знаете, это ведь все доказано. Это не надо... Сколько лет, сколько лет, сколько лет у среднего курения отбирает у человека? Это 10, 15, 20 лет. Нет, 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 ни за что, ни на какие сигареты, ни на какие блага в этой жизни я не поменяю свои 10-15 лет, которые мне здоровые образы жизни. Все, спасибо большое. Сейчас реклама, через минуту вернемся, будем обсуждать другую, не менее актуальную, интересную тему. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поправки приняты, в соответствии с которыми они уже, кстати, приняты в законодательном собрании. И если этот законопроект будет одобрен коллегами парламентария в третьем чтении, то в скором времени в Петербурге запретят шуметь в нерабочие дни до наступления полудня. За поправку Тимофеева проголосовали, внимание, 42 депутата. Вот такая вот массовая, тотальная поддержка. Ну, будут наказывать рублем, посторонние звуки и так далее, и тому подобное. И вот автор этого нашумевшего, в кавычках, закона, Алексей Тимофеев, сейчас находится по правой руке от меня. Дайте общий план, пожалуйста. Вот. Алексей Тимофеев у нас в гостях. Мы сейчас будем обсуждать необходимость и важность этого вопроса. И пригласили еще одного специалиста в этой области, Иван Николаевич, Иванов Николай Игоревич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии ВНМЕХа. Здравствуйте, Николай Игоревич. Добрый день, Юрий. Все. Ну, давайте дадим виновнику этой новости возможность высказаться. Вот, Алексей, а если я в воскресенье захочу сделать ремонт, а вы меня ограничиваете, вы мне мешаете, не даете возможность сделать в моей квартире ремонт, ну, ничего, ну, буду я в два часа дня там этой дрелью работать или еще что-то, что двигало вами? Зачем вы выступили с такой инициативой? Почему? Объясняйте. Ну, две основных причины. Во-первых, все-таки, на мой взгляд, утро, выходные дни предназначены для отдыха. Сейчас очень много людей работает допоздна, и они приходят домой, очень сильно уставшие, и в выходные зачастую отсыпаются. Я не трогаю здесь людей, которые с похмелья, я считаю, что это вообще не предмет для разговора, это маргинальные люди. Я имею в виду просто обыкновенных горожан, которые вынуждены зачастую работать сверхурочно, приходят домой там в 9, в 10, в 11, у них, извините, ситуация, что они уходят, ребенок еще спит, приходит, он уже спит, и в выходные они хотят нормально проснуться, не от звука работающего молотка, не от громко играющей музыки с какого-то беспричинного веселья за стеной, а просто нормально проснуться. Я считаю, что полдень это нормальный период времени, когда человек уже входит из утреннего состояния в дневное. Если же кто-то в доме по какой-то причине не имеет возможности в рабочие дни с 6, допустим, с 8 до 11, когда разрешено делать ремонт, ничего не мешает ему это делать с 12 часов дня в выходные, потому что в 12 уже можно уйти погулять с детьми в парах, в какие-то культурные учреждения. Но просыпаться, как я в прошлом году просыпался несколько раз от звука отбойного молотка, кружащего стены в 10 утра, в пол-одиннадцать, в одиннадцать даже. Я, например, до сова, я поздно работаю, в итоге иногда долго сплю. Но я не понимаю, почему меня должны будить таким злонамеренным способом. У меня целый день потом болит голова. И многие коллеги, почему так голосовали люди? Многие коллеги ко мне подошли, не будут голосовать, и говорили, что мы уже замучились. Еще два года назад, это три в прошлом созыве, это не имело такой поддержки. Мои инициативы старые. Что случилось? Избралось много простых людей, так скажем, не олигархов, депутатов. Ну да, которые не живут в подъезде где-то 2 или 3 квартиры. Да, которые не живут в отдельном доме где-то в элитном поселке. Алексей, понятно. Хочу вам сделать небольшой комплимент. Я, когда мы выбирали эту тему на редакционной литурочке, сказал, ну шум, ну что это, это как-то мелко. И все присутствующие сказали, да вы что, Юрий Юрьевич, вы что, этого меня волнует, меня волнует. В воскресенье до 12 просто обвинили меня в должностном преступлении, что я не обращаю внимание на заботы и проблемы наших уважаемых зрителей. Поэтому, конечно, мы эту тему поддержали. Николай Игоревич, вам слово, насколько действительно вы согласны с этим законом, и насколько это полезно для здоровья и вообще ваше мнение как специалиста. Та шум волнует человечество, не только нас с вами, жителей. Каждый второй человек в мире подвергается действию повышенного шума. Это ужасный фактор окружающей среды. Наверное, если взять все, вот что мы сравним, там, плохой воздух, воду, то шум с этой точки зрения самый массовый по воздействию. Самый массовый. Самый массовый по воздействию. А потому и самый опасный. И самый опасный. Я внимательно слушал вашу передачу о вреде курения, полностью разделяю ваши все мысли. Но просто хочу обратить внимание тоже на факты. Главный санитарный врач Москвы Николай Филатов, когда в Москве готовилось постановление по борьбе с шумом, а я сейчас сравню наше и московское, он сказал, что в шумных районах мы гарантированно имеем снижение срока продолжительности жизни на 8-12 лет. 8, да? С ума сойти, вы понимаете? Ну, честно, меня это шокирует. Шокирует, да. Я живу в центре города и шум. Значит, вот вы можете гарантированно себе... Может, это преувеличено, так, ради фигуры речи, может быть. Возможно, возможно. Ну, хорошо, даже если 4 года, возьмем 50%, все равно это много. Все равно это много, действительно, это объективно, потому что повышенное давление, раздражительность, беспокойство. Который сегодня, наверное, самый продвинутый специалист в стране, потому что я знаю другие города, они ограничились чисто формальными вещами. Не лаять собакам, не хлопать хлопушками. Да, да. Я Москву возьму, например. А здесь глубокое проникновение. Глубокая проработка вопроса. В общем-то, это впервые, да, вот так вот, еще и воскресенье, выходные. Не просто ночь-день, да? Человеческий закон. Человеческий закон. Я восхищаюсь искренне совершенно. У нас есть... Давайте сейчас одну секундочку, мы вам дадим возможность высказаться. У нас просто тут телезритель хочет очень тоже высказать свое мнение. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Елена Александровна, скажите, пожалуйста, где-то была информация, что якобы если человек собирается заниматься ремонтом, то он должен оповестить ТСЖ, и тогда вывешивается график, чтобы люди в курсе были. Потому что вот у нас, например, уже пять лет постоянно идут ремонты. Дома находиться невозможно. Люди приходят после ночной смены, спать невозможно. Дети должны спать днем, невозможно. И что делать окружающим? Если один отравляет жизнь нескольким сотням. Понятно, понятно. Спасибо за вопрос, Алексей, как депутат, сейчас ответит. Значит, вот этим же самым законом предусмотрена необходимость согласования с ТСЖ либо с управляющей организацией графика производства шумных работ. Единственное, если у вашей ситуации это не произошло, то, конечно, надо обращаться сначала в управляющую компанию и в ТСЖ, если они уклоняются от такой обязанности взять под контроль этот процесс, тогда только, к сожалению, суд. Именно поэтому, что вот эта норма не очень работает, к сожалению, я и вышел с своей инициативой, потому что у меня у самого была бытовая ситуация, что я вот проснулся в 11 утра, и мне всенилось, что я под каким-то водопадом сплю, потому что выяснилось, что в 7 утра начали ломать перегородки на 8 этаже. Я, видимо, еще 3 часа организм боролся с этим, потом все-таки я проснулся. И мне потом, я пошел, вызвал милицию, потому что, ну, это я посчитал все-таки как хулиганство натуральное. Милиция пришла, формально работу прекратила, но как бы сказала, что все равно ничего не сделать. И то, наверное, приехала, потому что депутата вызвал. Потому что, действительно, в 7 утра, и, пожалуйста, шуми. И мне потом эти соседи еще и весь ящик забили выписками из законов, что они в 7.01 имели право шуметь. И имели. Именно поэтому я столкнулся с такой ситуацией на собственном опыте, не живя в коттедже в каком-то элитном поселке. Я просто несколько лет убеждал коллег, и в прошлом году, в частности, вот провести такой запрет. Разбудили депутата, разбудили Симофеева. Да, знаете, Россия разбудила Герцен. Отлично. Поэтому я посчитаю... Разбудили депутаты. Да, я эту тему закрыл. Более того, хочу закончить. Могу сказать, что во всех странах Европы практически действует запрет на шум в выходные дни. Например, в Германии в воскресенье это полный день тишины. В субботу можно шуметь. В Финляндии, если человека несколько раз привыкли к ответственности за нарушение тишины, это все чревато продажей торгов его домовладения и выселением его, соответственно, в никуда, вместе с пачкой денег. Все понятно. Надо с этим бороться. Давайте еще затронем такую сторону вопроса, который мы сейчас обсуждаем. Это шум на улице. Это когда люди живут и не строительные какие-то там компании ремонт проводят, а именно шум на улице. Вот мы получили такой вопрос, просто процитирую. Адрес точный Невский 109. Там открыли какой-то вип-бар, весело, озорно и громко отмечают, значит, вот это открытие. И, цитирую, до двух часов ночи музыка. Спать невозможно. Музыка услышана на всех этажах. В основном в пятницу, субботу и воскресенье. Железо квартиры на втором этаже над баром уже съехало за шум. Когда это закончится? Четыре восклицательных знака. Мы послали туда нашу съемочную бригаду. Давайте посмотрим, что они там сняли, а потом обсудим. Мотор. Полгода назад в нашем доме на первом этаже открыли вип-бар. Он работает с 12 часов дня до 2 часов ночи. Хотя по законодательству более чем до 11 часов музыка звучать просто невозможно. Не может. Значит, мы проживаем в этой парадной, которая за моей спиной. Я живу на втором этаже этого дома. С тех пор, как открылся вип-бар, как они включают свою музыку, у нас начинают вибрировать стены, потолки. Трясется все. Живем как на вулкане. Звуки несутся со двора и из парадной. Трясутся наши потолки и стены вот в этой комнате. В этой тоже идет вибрация. Так, Алексей, ну вы как законодатель, как человек, который имеет отношение к закону, что делать в этой ситуации? Значит, шум после 23.00 запрещен категорически вот такой. И штрафы, вот новый закон, который мы сейчас рассматриваем, колоссальные для юридических лиц будут. Здесь, конечно, надо просто это фиксировать, вызовом милицию, Роспотребнадзора, который замеряет уровни децибела, и потом дальше обращаться уже либо в администрацию района, либо к депутату по территории. Потому что это вообще, конечно, надо прекращать. Таких предпринимателей надо их деятельность просто заканчивать. И расторгать с ними договоры. Да, если человек... Милиция, составление акта, Роспотребнадзор... Да, мы все живем в коммунальном обществе. У нас везде есть квартиры, мы должны уважать права друг друга. Бизнес, не уважающий права соседей, не должен существовать. Николай Игоревич, а озвучите, пожалуйста, вот какие-то нормы днем внутри жилого помещения, вечером внутри жилого помещения, днем вне жилого помещения и вечером. Есть ли какие-то нормативы? Акустика оперирует такой единицей измерения децибелы А, А большое. И эта характеристика имеет нормативные параметры. Днем, в дневное время, снаружи помещений, то есть жилой застройки у жилого здания, это 55 децибела, внутри в квартире 40 децибела. Ночью снаружи 45 децибела, внутри в квартире 30 децибела. Это очень жесткие нормы, кстати, 30 децибел. Вот я сейчас разговариваю где-то на 60 децибел, да? Вот сколько? Вот вы говорите, ваш уровень. Да, вот где-то 60 децибел бы зарегистрировал бы шумомер. Вот это уровень 60 децибел. Да, да, примерно. Примерно. Значит, я полностью согласен с тем, что сказал мой уважаемый коллега в отношении тех последствий, которые наступают в ночное время. Но я хочу обратить ваше внимание, что наше законодательство абсолютно бессильно сегодня в дневное время. Мы не можем в дневное время закрыть этот клуб, да? У нас нет никаких юридических оснований. У них частые собственности договора аренды, все. Мы не можем потребовать там снизить автомобильный поток, не производить какие-то строительные работы. И в этом отношении наш город, идя вот по тем цивилизационным установкам, которые на Западе уже широко используются, мы хотим создать сегодня карту шума Санкт-Петербурга. Вернее, она создана в каком-то таком вот общем виде. Ой, давайте мы ее потом снимем, Николай Ильич, обязательно снимем. Редакторы, пожалуйста, запишите карту шума Петербурга, это очень интересно. А сейчас все-таки, Николай Ильич, вот меня заинтересовала вот эта вот, скажем так, шкала критериев, вот громко, тихо, приемлемо, неприемлемо, вы говорили там 30 децибелов, 40 децибелов, и мы подготовили, ну, неважно, какой-то шумовой кусочек, который мы сейчас давайте запустим в студию, а вы нам потом скажете, где до 30, где 60, а где вообще запредельная норма. Давайте нам звук в студию. Что это такое? Просто жуть, жуть, жуть. Не уснуть, я снова не уснуть. Как весною горная река, а музыка крохочет с потолка. Эй, вы там, наверху, от вас забыть, спаси меня, нет, не могу. Отвечать? Это, да, отвечать, сколько? Это 95, примерно. 95. Да, децибела. Практически в два раза больше положенного... Эй, не в два раза. А сколько? Здесь есть вот такая забавная шкала. Если шум превышает норму на 5 децибела, то по субъективному ощущению громкости в полтора, на 10, в два, на 15, в три, на 24, там в десятки раз превышение. Поняли, да? Понятно. Вот что такое скала децибела. Она безумно емкая. За ней кроется... Спасибо. Николай Ильич, единственное, что вот к кому можно обратиться? В Роспотребнадзор, если замерить? Да, да, у нас в Роспотребнадзор. Внимание, уважаемые телезрители, очень коротко нас выбрасывают уже в зеркале. Они ночью, кстати, замеряют и днем шумы. В Роспотребнадзор замерять. Более того, хотел обратить внимание, что вот эта поправка, которая сейчас принята, она запрещает любые шумы. То есть с 7 до 12 не музыку, не там прыгать, грохотать, мебель гибнуть. Город тишины, Санкт-Петербург. Нельзя даже делать то, что у нас часто вот эти дворники любят ворочать свои тяжеленные контейнеры с утра будить народ. Алексей Анатольевич, вопрос очень коротко. Значит, когда он будет, этот закон, принят? Когда? Вот сейчас второе чтение прошло. Я думаю, в ближайшее заседание будет третье, и губернатор его обнародует, потому что эти поправки после... Ну, в этом году. Да, эти поправки... В этом году, ура! Мучительно были согласованы. Город тишины. Спасибо, все. Все, сейчас реклама, потом продолжим. Спасибо. В эфире программа «Петербургский дневник». Я, Юрий Зинчук, осталось буквально 3 минуты до конца нашего эфира. Еще одно маленькое событие, маленькое, но интересное событие, на которое мы хотели обратить внимание. Мы посмотрели сегодня исторический календарь Петербурга, Ленинграда и обнаружили интересную дату. 17 января в... Дайте картиночку, пожалуйста. 17 января в 1940 году был зафиксирован, был зафиксирован рекорд, температурный рекорд в нашем городе минус 36,5 градусов за 17 января. Это был температурный рекорд 36,5 градусов. 17 января 1940 года. Ну вот это было в прошлом. А давайте сейчас, так как тема погоды волнует, безусловно, всех, сейчас свяжемся с одним из специалистов этой области, с Александром Михайловичем Колесовым, главным синоптиком гидрометеоцентра, и спросим его, вот январь, февраль, водораздел сейчас практически, да, зимы. Ползимы мы прожили, ползимы еще осталось. Что нас ждет на эти оставшиеся половины зимы? Александр Михайлович, здравствуйте. 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 Вы нас слышите? Да, конечно. Вот этот вот температурный рекорд, который был установлен в 1940 году, нас, так сказать, подтолкнул к идее дать вам возможность сделать свой прогноз до конца зимы. Что вы можете сказать? Какая ждет нас зима в ближайшие дни и вообще до конца этой календарной зимы? Вам слово, пожалуйста, Александр Михайлович. Вы знаете, я хотел бы по рекорду немножко уточнить. 35,6 градусов. А, 35. Это минимальная температура 17. Это да, это мы журналисты, мы можем напутать. Виноват. 35,6, вы точно подметили. Ага, пожалуйста. Ну, вы знаете, ну что сказать, что вот сейчас вот неустойчивая погода, которая постоянно меняется, сейчас на крещение похолодание все-таки приходит. И довольно низкие температуры будут. И в Петербурге тоже 17-19 градусов в центре города, в окрестностях. То есть крещенские морозы, крещенские морозы, это не эпитет будет, это будет реальность? В этом году, да, это будет реальность, будет все-таки мороз. За последние годы, ну, не часто такое бывает. Вот, правда, в 2006 году было очень холодно, 27 градусов было, но там был период аномального похолодания. А так, в 68-м, опять год, только если вспомните, так не часто бывают такие морозы на крещении в Петербурге. Но недолго они продлятся. Вот это самое главное, что короткий очень период в 3 холодных ночи, 2 холодных дня и 19-го уже потепление. В дальнейшем будет меняться погода, будут еще холодные периоды. И после нескольких относительно теплых дней с температурой минус 6, минус 8 градусов снова похолодает. И я думаю, что снова до 20 градусов. В общем, вот такая вот не очень устойчивая погода. Ну, и февраль должен быть холодным. Сейчас предварительный пока еще прогноз составили на февраль. Температура должна быть ниже нормы на 1-2 градуса. Так что зима продолжается, и я думаю, что до марта мы будем. Александр Михайлович, а количество осадков, очень много их интересует эта цифра, ну, и с политической, и с информационной точки. Очень коротко, количество осадков в этом, вот на этот, скажем так, этап зимы, много, мало? Ну, вы знаете, все время норма получается. Норма, норма, норма в январе, норма в феврале и в март, скорее всего. В общем, где-то мы колеблимся вот в этой амплитуде. Норма, норма. Чуть больше, чуть меньше, там, все. Да, 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 я бы не сказал. Спасибо большое. Это был Александр Михайлович Колесов, главный синоптик Гидрометеоцентра. Он дал свой прогноз до конца зимы. Будет нормально, холодно, морозно, чуть теплее, чуть холоднее. Все, 16.00. Сейчас новости. Я прощаюсь с вами до завтра в 14 часов. Смотрите Петербургский дневник. Всего доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин